Двери открыли, но никто не пришел. В Карагандинском зверинце сегодня всех сочувствующих животным приглашали поучаствовать в акции «Один рабочий день их жизни зоопарка». Мероприятие затеяли после серии негативных публикаций и комментариев в социальных сетях. Там говорилось о плачевном содержании животных. Однако никто из блогеров не пришел. Весь накопленный негатив от работников зоопарка пришлось выслушивать в нашей съемочной группе. Ирина Вобещевич продолжит тему. «Нужно обязательно руководство расстрелять, всех посадить в клетку, чтобы они там побывали. А кто им давал такое право?» Зазывали сострадающих животным в зоопарк 1 июня еще загодя. Но никто, по крайней мере, с 8 до 12, столько мы там находились, не пришел. Пришли две девушки, одна из которых мечтает стать зоологом. И все. Так что нам пришлось в день открытых дверей выслушивать возмущения всех работников зоопарка. От руководителей до простых работников. «Во-первых, мы их не кормим, якобы. Они худые, и у них такой жалостный вид, что они хотят, просят еду. Но еще раз говорю, что у нас рацион московский». В этот день всем представилась бы уникальная возможность посетить места, куда доступ в обычные дни запрещен. Вместе почистить клетки и посмотреть, насколько этой чистоты хватит. Заменить с утра воду в бассейнах и убедиться, что уже через 5 минут она мутная. Ну и, конечно, увидеть кухню и кормежку. «Имена фейковые. Мы их найти не можем. А сами-то они сюда не приходят. Это в глаза нам не говорят. Они боятся». Мы тоже не бросились переодеваться в спецодежду, чтобы схватить метлу и лопату, начать чистить клетки. А напросились первым делом на кухню. «Даже йогурт дают обезьяне. Смотрю срок годности. 21.09.19. То есть это не просрочка, это нормальная. Запаха от продуктов никакого нет у постороннего. То есть все свежее, нормальное. «Растительным маслом пахнет, так ли? Да. То есть вы еще и растительным маслом поливаете? Конечно. Это в кашу добавляете. «Хлеб не плесневелый, не какой-то списанный, да? Нет. Вот это для кого у вас? Это попугай. Попугай очень тоже сладко любят, поэтому мы повидлом мажем им печеньки». То, что зверей кормят достаточно и сбалансировано, видно невооруженным взглядом. Да, об этом говорят частенько посетители, которые попадают на кормление. «Я здесь 25 лет работаю, и как-то у нас комиссия была, я всегда говорила, я толстая не потому, что здесь отъелась. Честное слово, я это говорю. Вот. А животные у нас в каком состоянии? Если бы таскали, они бы такие упитанные не были. Это сейчас, видите, у них линька, может быть, чего-то там это самое. А когда животные отлиняют, чудесные у нас животные». На кухне можно было находиться долго. Все тут рассчитано по калориям и витаминам. Мясо, рыба в рационе не только хищников. Каждый раз еду фотографируют для отчета. И не только на кухне, но и у самих животных. Соки для приматов и даже припасены конфетки. Мед для медведя и, конечно, джем, который любят все. «Это корм для двух рогатых воронов. Вы их видели на входе? Замечательные птицы. Они очень любят мясо. Бананы даем, фрукты любим». «То есть вот это сырое мясо, это говядина, да, дается? Орехи здесь, творог?» «Здесь горох, творог, грецкие орехи, яблоки, хлебушек немножко, цветла, морковка, изюм. Посмотрите, какой изюм белый». Еще куда мы поспешили, это к тигру Немо, чьи фотографии в изнеможденном состоянии облетели интернет. Он жив, но действительно худо и плохо передвигается. «В неволе тигры живут до 20 лет, а в дикой природе до 15 лет. Поэтому его такое состояние на сегодняшний день – это старость». Рацион тигра в старости такой же, как и у всех, заверила директор. Но после шумных публикаций его вынужденно сняли с экспозиции. Теперь он скрыт от глаз посетителей, а посетители – от него. Что не очень хорошо для животного, привыкшего всю жизнь видеть много людей. У медведя тоже перемены. Ему своими силами сотрудники зоопарка решили увеличить, насколько будет возможным, место обитания. Вот так пролетели наши полдня сегодня в зоопарке. Сотрудники остались недовольны тем, что на призыв прийти и посмотреть не только жизнь зверей, но и персонала, никто так и не откликнулся. «Не по-человечески-то. Пусть они придут сюда. Почему сегодня не пришли? Почему они скажут, вот у тебя так, так. Я, допустим, заведующий копытного отдела. Пусть они скажут, что они у меня голодные». Мы лишь убедились в том, что персонал тут работает заботливый и любящий животных, которые не способны причинить братьям нашим меньшим вреда. «А что это у нее такое красное на лапках, на мордочке?» «Ну, это она ела печенье с повидлом и немножко испачкала руки. Вот у нее просто слипшиеся повидла. Она любит сладенькое, она любит фрукты у нас очень». «Ирина Вобещевич, Берик Кошанов, Наталья Заяц, 5 канал».